hello guys friends today and another day i will restoration мини тисочки я пошутил на английском говорить не буду я буду сегодня рассказывать а что рассказывать о том как я реставрирую тиски рассказывать тут нечего здесь все и так понятно глазами можно даже ухи отключить что тут рассказывать рассказывать нечего но давайте я расскажу знаете о чем о том как я три месяца назад с августа начал со своим другом ермаком ходить по металлолому это он меня позвал как это мы этого раньше не догадались чтобы гулять по металлолому и находить всякие прикольные штучки брючки для того чтобы их не покупать а найти их за очень дешево я их покупаю за 30 рублей за килограмм там может быть даже пластмассовые всякие штучки брючки металлические резиновые но все по той цене по цене покупки продажи металла и мы начали ходить и находить много чего интересного это просто было очень прикольно тем более металлолом находится в москве и он не один мы нашли у себя на районе три металлолома мы даже их назвали знаете как один называется наш металлолом это первый металлолом который мы с моим другом посетили он ближе к моим как бы моим домам хотя ближе к думу моего друга второй лом ближе к моему думу называется мегалолом там столько мега железа выше крыши три этажа железа мы по этим горам не лазим потому что эти трехметровые трехэтажные горы железа там какие-то тонколистые металлы какие-то не то то не то а есть другая куча в этом же мегаломе где выбрасывается всякие штуки из завода подшипники плашки рабочие огромные сверла и такие сверлах я никогда в жизни не видел огромные и подшипники такие огромные как моя голова наверное была но я конечно такие не брал потому что их наверное нужно из них можно было какую-нибудь саблю распилить и сделать выковать из этих подшипников но у меня же нет кузни но сегодня я буду делать мини кузню для тех кто хочет стать кузнецом нет возможности но есть возможность стать мини кузнецом для этого я и реставрирую тиски для того чтобы там колобасить по мини ножичкам мини молоточком на мини тисочках на мини наковальне так вот ребята друзья гуляя по металлолому три месяца может быть два с половиной нашел я много чего интересного например самое главное то что я там нашел это пластину для изготовления гриндера ну столешница столик для гриндера где облокачиваю свое приспособление и вывожу ровно спуске как бы туда-сюда хожу влево-право по этому столику как больше из такого кусок металла пластины но нет фиг где такой найдешь или купишь за дорого а я задешево купил отвлекусь от металлоломы и расскажу о том когда я пилил вот эту заклепку улет знаете запах такой отличается от современного запаха если пилить современный металл будет один запах сплит старый металл будет другой запах а если китайский например металл пилить наверно будет другой запах я это к чему к тому что такое ощущение складывается что люди когда изготавливают какую-то деталь каком-то году они вкладывают запах того времени дух того времени и когда я пилил вот эту заклепку не такое ощущение что погрузился в тридцатые года советского союза вот так вот да оно и было у меня вторая вещь я уже не помню ну например по красоте то что я нашел там такие прикольные ручки пластмассовые такие может быть еще советского происхождения на ручках какие-то болтики откручивается ну для прикола для красоты куда-то прикольно прикрутить но вообще металлолом это прикольно мы очень с сирима ком моим другом нашли много всяких болтов новых оцинкованных шайб гаек огромные болты маленькие болты всякие валы пружины вот я тисочки нашел на металлоломе минимуму лоточек нашел на металлоломе много чего металлоломе находил я нашел знаете что на металлоломе Вот что самое главное, что я нашел на металлоломе Поэтому я и решил сделать гриндер Потому что Ермак говорит Это Я на металлоломе нашел немецкие нержавеющие Лезвия по рубке мяса Где-то там в Германии Они добыли нас, прибыли к нам в Россию И лежат на металлоломе, наверное, испорченные Я прихожу и офигеваю Да, они такие прикольные нержавеющие Знаете что? Я начал делать нож А потом думаю, блин, если я отпущу То я испорчу заводскую закалку И мне порекомендовали уже На заводской закалке сделать спуски А как? Напильником я не сделаю Это не ржавейка каленая Я такой говорю, Ермак, все, делаем гриндер Спустя 2 года я так лень Было делать гриндер, ну как-то не хочется делать гриндер Но ради ножа я сделал гриндер Я делал его 2 месяца И потом начал делать нож Из этой немецкой германской стали Который я нашел, друг нашел на металлоломе Видали какой мега крутой Металлолом, прикольный, блин Вообще, вообще А потом Я, так как я философ Я задался философский вопрос себе Блин, вот я смотрю на бабулек На дедулек Которые ходят на мусорке И собирают еду И знаете что? Я почувствовал себя Этими бабульками и дедульками Только я искал не еду А материал для изготовления И я также подумал Я ничем не отличаюсь, видимо, от этих бабулек и дедулек Которые ищут еду на мусорках Ну я как бы еще еду на мусорках не ищу Но в принципе я такой же бедный, можно сказать, как это бабулька Был бы я богатым бы, я бы все это мог бы просто нажатием клавиши мышки Купил бы все в интернете из США, из Германии Все приехало бы новенькое, заводское, там за миллиард баксов Но нет, я хожу по металлолому и все это ищу Потому что я, наверное, бедный, как те эти бабульки Ну это, знаете, философский вопрос У меня много всяких философских видосиков на канале Я люблю философствовать Но люди этого не любят Люди любят более приземленно, что-то реалистично Да, вы, наверное, не любите философствовать Это какой-то бред, тупизм, всякий космос, галактика Там инопланетяне, зеленые человечки Для вас это все очень тяжело Для вас проще, наверное, для большинства людей Проще то, что есть Вот есть там ручка на столе, деревянный стол Как бы это все реально А какая-то там философия Какие-то там бабульки нищие ходят по помойкам А потом ты, береги, ищешь железки по металлолому И сравнивать себя с бабульками Но это точно сравнивать нельзя Наверное, вы так можете подумать Но я так не могу подумать Потому что так оно, наверное, есть Для кого-то бабульки нищие Но есть, например, среди нищих бабулек Одна богатая бабулька Которая, например, находит больше еды, чем другая нищая бабулька Я, например, по сравнению с бабульками богатый А, например, Билл Гейтс по сравнению со мной Я бабулька А Билл Гейтс это бериньей Понимаете? Поэтому я такой же, как бабулька Только я ищу то, что мне нужно А бабульки ищу то, что им нужно Если бы они мастерили бы Они бы, наверное, тоже по металлолому лазили бы А если бы я бы не работал бы Или еще что-нибудь было бы Я бы тоже лазил по мусоркам и искал бы еду Это философский вопрос, ребята, друзья Ну все, что я вам рассказал Про металлолом я вам рассказал Прикольное место, где можно Нищим и богатым Если ты богатый, то чисто как бы сталкером Таким, знаешь, увлечения Ты ищешь там что-то Такие прикольные штучки Там автомобильные запчасти Много подшипников вот мы находили Потом все собрал сам Как бы это хобби А если у тебя есть деньги, то можно и купить А если нет денег, то как бы ходи И радуйся тому, что есть Да Такие вот, ребята, друзья, дела у меня Что вам про тисочки рассказать-то? Когда я реставрировал тиски Самое сложное, где я заморочился Это изготовление пружины Наверное, шестого раза ее сделал То я перекаливал и она у меня ломалась Потом все-таки сделал ее из линейки И более-менее нормально получилось Вот так вот А теперь вы видите, как я делаю мини-ножечек И становлюсь, превращаясь на ваших глазах В мини-кузнеца Так что, ребята, друзья, учитесь Если вы хотите стать кузнецом Но пока нету настоящей мастерской Поэтому берете мини-тисочки, молоточек И делаете мини-ножечки Вот и все, ребята, друзья С вами был Найтикто До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин